Сегодня мы находимся в селении Хасанья на пересечении улиц Дружбы и Титова. Кто такой Титов мы не знаем. Был космонавт Герман Титов. А тут Р.Титов. Может это родственник какой-то этот. Кого? Родственник этого космонавта, я думаю. Родственник? А чем он просмотрелся? Посмотри, Аля. Вот вообще, ну, самое главное, вот там, Аля, вот начинаем, да? Уже идет запись? Да, вот мы, как бы, съемки делаем с территории, как бы, села Хасанья, и вот мы вкупе говорим-говорим насчет лежачих там. И вот, вот нафиг вот здесь лежачий вообще нужен, вообще. Вот такие лежачие, ну, они никак не могут это все с нормами, как бы, сделать. Вот там главная дорога. И на главной дороге кто ставит лежачие эти? Вот сюда перейдет, на солнце. А, вот так вот, да. Вот тут машины, блин, еле проезжают, чуть этот не задевает, блядь. Каждый день по 3-4, блин. Высота примерно сколько это, Валюшач? Вот здесь проезжают как-то. И вот я хотел сказать, что во времена праведных халифов, Умар ибн Хаттаб сказал, если в моем халифате нога, ну, копыт одной лошади попадет в яму и повредит, то я перед Аллахом буду отвечать. А вот что думают наши чиновники, которые вот эти фигни делают, которые, ну, невозможно людям вредить. Просто кажется, сейчас на сегодняшний день работа, забота наших чиновников состоит в том, чтобы усложнять и усложнять жизнь граждан нашей республики, конкретно Черехского района. Вот этой Хасани, ну, вот везде же мы снимаем, вот не только здесь в Хасани, в Кенже, там, в Шалушке, в Жимтале, везде ни одной нормальной нету. Я вот проезжал, они не знаю, как бы специально делать, что ли, вот я не знаю, как бы. И вот в связи с этим событием, с этим как-то вот обращаемся к главе республики, чтобы как-то вот этих людей надо посадить как минимум. Вот кто вот эти фигни делает там как-то, надо с этим разобраться, надо, мы говорим, говорим, ничего практически не делается. Вот со стороны Александровки, вот помнишь, штук 20 там мы снимали, там, ну, где-то сам 6-7 осталось, как бы, ну, ничего более-менее стало. Ну, сделайте нормально, мы же не просим их убирать, как бы, мы просим, чтобы сделали по человеку. Привести в соответствии, да, с гостом. В соответствии, как бы, они пишут, мы в соответствии с гостом, делаем никакой гост, а какой нахер гост, блин, посмотри, машины проезжают и как. Вот так, что ли, должны проезжать, что ли? Если они гост, не знаю, я еще говорю, гост, это когда, вот они говорят, вот 40 километров в час едешь, даже не чувствуешь это. Тут не то, что 40, 5 километров в час едешь, вот еле-еле проезжаешь. Вот тут мерседес едет и, как бы, вот он так будет ехать там, как бы. Ну, видишь, блин, вот так все, вот сейчас. Ну, вот с гостом это как в Германии, вот ты там несколько лет прожил, там, наверное, такого нету, да, там все, гост. Ну, вот, говорят, Чечни есть, в Ингушете есть, ну, такие, что ли, там, я не знаю, вот как-то, вот они очень тяжелые. Вот мы несколько еще этих машин снимем, вот едут они там, едут, едут и все. А мы тут едем по 3-4 раз в день, поэтому вот даже вот такие, вот такая крутая машина и то вот так едет. А легковые, представляете, как это все, эти, амортизация, машина ломает, вот эти маршрутки там ездит. Вот все, весь этот район и все машины, которые здесь и десятка, и семнадцатый ездит вот через эту дорогу. Поэтому мы просим, не то что просим, мы даже, можно сказать, уже устали просить. Мы требуем, чтобы это привели в соответствии с гостами, не с лже-гостами, которые наши чиновники себе придумали, а с настоящим какой должен быть лежачий. Это не лежачий, это порнография, если на самом деле сказать. Вот жипы проезжают, вы видите, как они там проезжают, тут я вообще не знаю, как это там они уделают. Как и на каком основании, на каком, по каким законам они это делают, я не знаю. Мы чужой человек, я здесь как бы здесь проезжаю, это в Хасане моей как бы не то что, я у меня как бы все время вырывается как бы, вот родственники, вот так они проезжают как бы здесь и фигня такой получается. Поэтому и проклинают многие за то, что вот такую дорогу они вот так делают. Ну маршрутки едут, людей возят, вот так вот так все время, это же надо совесть иметь как-то. А так потихонечку проедешь, если допустим его незаметно должно быть. Ну вот такой, я не знаю вообще на чем они основываются. Шамиль, вот такой вопрос, скажи, в Германии такое возможно, в Германии возможно вот такое. Ты там несколько лет прожил, но в мое время не было таких вообще. Не было. Такие только на территории военной части, но сейчас не, я, вот мне кто-то сказал в Чечне, в Ингушетии им полно говорят, но я не знаю такие что ли там. Вот ты не был там последнее время? Я был недавно в Ингушетии, ну так. Вот такие же? Не заметил, не заметил. Мы не против вообще, против этих так называемых лежачих, но мы хотим, чтобы по стандарту как-то вот. Вот когда мне отвечает там из этого министра, вот этот отвечал министр транспорта, мы делаем это. Какое соответствие со стандартами? Вот самим не смешно. Это только бедуть, может делать человек, который Бога не боится. А если Бога боялся, бы такую фигню не сделали бы. Если хотят как в Чечне, давайте все сделайте как в Чечне. Нет, посмотрите, как, блин, как они вот едут там, не 40 километров в час они не проезжают, 20 даже не едут здесь. Ну, казалось бы, в целых безопасности людей. Но где, блин, это безопасность что ли, блин? Это не безопасность, это, блин, полнейшая порнография, блин. Поэтому просим, требуем у главы республики, пусть обращает на это внимание. А если тот, который отвечает за это, не делает свою работу, так его посадить там на определенное время, чтобы как бы вот так делать. Ну, все. А он там что-то сказал. Кто фиг его знает. Он сказал, что Коков не ездит по таким дорогам. Да, ну вот поэтому хотим, что внимание обратили. Все, на этом заканчиваем нашу речь. Надеемся, что вот в купе с этим, вот нижней дорогой, вот это тоже, мы хотим, ну, народ хочет знать, когда же это будет сделано. И будет ли вообще сделано в этом году? Вот вроде сказали, люди вообще мучаются. А в ту сторону, вообще, внутри Хасани вообще кошмары. Будут ли делать? Сказали к осени, но если так пойдет, и к осени вряд ли сделает, как бы. Вот опять последнюю машину мы снимаем, вот здесь как. И вот Гелемваген тоже здесь, если проедет, заснимем его тоже, как бы. Ну, ни хрена он здесь не хочет поехать. Наши эти, в общем, вот так вот, наш глава села. Сними нашего главу села. Это нашего села, сними, сними его. А, глава села? Нашего, нашего. Вашего какого? Герпиги же, да вот, снимет их красавчиком. Вот, 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 смотри, смотри, смотри. Что они делают тут? Так, давай, я чашку. Это наши земляки. Салмай, давай, давай. Калайс. Что-то нормально будет, ничего лагать, закалайс. Салмай, это так. Ну, хорошая машина у главы села. Ну, он самый крутой у нас глава, из всех глав этого района. Ну, в общем, вот так на этом заканчиваем, да. Ясно понял, да, хорошо, давай тогда закончим.